Популярность этого интереснейшего вида спорта в нашем районе трудно переоценить. Ребята, которые занимаются в отделении спортивного туризма детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья», неоднократно добивались побед на престижных соревнованиях краевых и Южного федерального округа. В нынешнем году тренировочный процесс осложнен из-за пандемии, но, несмотря на карантин, занятия продолжаются. Спортивный туризм требует серьезной физической подготовки, немалых теоретических знаний, а также постоянного практического совершенствования непростых приемов. Во время карантина на отделении спортивного туризма детско-юношеской спортшколы «Белая ладья» было введено дистанционное обучение. Современные технологии позволяют перевести в удаленный формат почти все этапы учебного процесса. Однако сделать это не так легко и требует определенного напряжения, как от тренера-преподавателя, так и от учащихся. При переходе на дистанционное обучение были определенные проблемы, начиная от технических моментов, что не все элементарно понимали, как это, куда это, зачем это, как этим пользоваться. Элементарно не хватало там даже приборов, я имею в виду ноутбука, смартфонов для связи с педагогом, для связи с детьми. И постепенно ситуация выравнивалась, налаживалась, учились пользоваться этими программами для связи друг с другом. И сейчас мы функционируем отлично. Конечно, ребятам не хватает личного общения с тренером. Им приходится нелегко, потому что не у всех есть необходимые условия для полноценных занятий, которые требуют технического оснащения. Самое главное, что удается сохранить интерес у юных спортсменов к этому спорту. Все со мной и родители, и дети поддерживают связь, выходят на видеоконтакт, присылают видеоотчеты, ведут дневники спортсменов, в которых они фиксируют свой тренировочный процесс, свои достижения. Есть надежда, что по завершении карантина удастся вернуться к настоящим полноценным тренировкам. Впереди у славянских спортсменов много интересного и важного. И все намеченное должно осуществиться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok